На фоне раскрученных скандинавских и древнегреческих мифов легко забыть о захватывающем мире наших собственных сказаний. Тем не менее, восточно-европейские разработчики периодически пытаются воссоздать атмосферу старинных блин в своих проектах. В этом топе мы собрали 5 лучших игр, черпающих вдохновение в мифологии славянских народов. Пятое место. Златогорье. Серия пошаговых RPG Златогорье появилась в начале 2000-х на волне популярности первых Fallout и Diablo. Главным отличием от других подобных клонов стал сеттинг. Игроков знакомили с миром славянского фэнтези. Первая Златогорье в свое время считалась провальным, но вот сиквел сумел найти своих поклонников. Причем настолько ярых, что почти два десятилетия спустя фанаты франшизы трудятся над собственным продолжением игры. С нетерпением ждем результатов их работы. Четвертое место. Князь. Трилогия игр «Князь» тоже наверняка известна всем, кто увлекался геймингом 2000-х. В каждой части нам представляли сразу нескольких героев. Не только славян, но и викингов, и византийцев. И практически у каждого из них была своя история. Третья игра слегка испортила впечатление от всей серии, но любители классических ролевок все равно с теплотой вспоминают релизы первых двух частей. Третье место. Теа. Пошаговая стратегия Теа до Awakening от польско-британской студии Муха Геймс умудряется объединить славянскую мифологию с постапокалиптическим сеттингом. Вы выступаете в роли одного из славянских богов и помогаете группировке уцелевших после глобального катаклизма выжить в столкновениях со стригами, бугаями и русалками. В вышедшем в 2019 году сиквеле Теа 2 The Shattering появились мультиплеер и кооператив, так что теперь изучать удивительный мир игры можно в компании друзей. Разве что в плане наполненности контентом вторая часть отстает от первой, но с выпуском дополнений эта проблема постепенно решится. Второе место. Яга. Свежачок нашего топа экшен-рпдж Яга, сюжет которого основан на славянских сказках. Этот проект маленькой румынской студии Breadcrumbs Interactive получился веселым, обаятельным и очень качественным. Кузнец Иван быстро покорит ваше сердце, пусть даже его повсюду и преследует лиха, которая будет действовать на нервы Ивана. А еще отдельно хочется отметить саундтрек к игре. Сочетание славянского фолка, рэпа и электроники вызовет желание переслушивать альбом снова и снова. Первое место. Ведьмак. Думаем, ни для кого не секрет, кто лидирует в нашем списке. Хотя вселенная Ведьмака и не является прямой адаптацией славянских мипов, в ней достаточно знакомых элементов, чтобы узнать родственную душу. Именно благодаря приключениям Геральта остальной мир узнал о прибошках, волколаках и кикиморах. Учитывая популярность франшизы, мы не удивимся, если в итоге эти сказочные существа станут потихоньку просачиваться в традиционное фэнтези, составляя конкуренцию феям и гномам. В общем, что говорить, Ведьмак легко обходит конкурентов и занимает первую строчку нашего топа. Субтитры создавал DimaTorzok